Экс-президент Молдовы Игорь Дадон проведёт под домашним арестом ближайшие 30 суток. Суд Кишинёва принял такое решение, чтобы избежать возможного уничтожения улик и позволить прокуратуре без помех провести расследование. Дадона подозревают в коррупции, получении взяток и госизмене. На днях в его доме провели обыск, а самого экс-президента задержали на 72 часа. Причиной для возбуждения дела стала видеозапись 2019 года, где бывший председатель демократической партии Молдовы Владимир Полохотнюк передаёт Дадону чёрный пакет, предположительно, с деньгами. Это было за несколько дней до того, как Дадон покинул пост президента. Бывший глава республики заявляет, что его преследуют нынешние власти. «Я считаю это дело политическим. Его возбудили по указанию президента Майи Санду. Она сразу после вступления в должность в декабре 2020 года потребовала, чтобы генеральный прокурор возбудил против меня уголовное дело и посадил меня в тюрьму». Правительство Молдовы полностью отрицает вмешательство в этот процесс. Решением суда остался недоволен не только экс-президент, но и прокуратура. Она требовала поместить Дадона под обычный арест, а не домашний. «Суд частично удовлетворил наши требования. Мы будем обжаловать это решение, которое считаем необоснованным, поскольку доказательства не были оценены должным образом». Тадон занимал пост президента с декабря 2016 года по декабрь 2020. За этот период Конституционный суд Молдовы шесть раз временно отстранял его от исполнения своих обязанностей. Причиной было то, что он отклонял кандидатуры членов правительства, предложенные премьер-министром, а также отказывался подписывать некоторые законы.